Всем привет, это канал ТОП ДОТА и сегодня я расскажу вам несколько очень крутых, по моему мнению, фактов о нашей дотке. Факты эти будут совершенно разные, но точно реально годные и полезные. Если вы хотите поднять себе ММР, то вы точно должны о них узнать. Поехали! Я думаю уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или запустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA, ссылка в описании. А начать я хочу с баянистого, но забавного вопроса. Что будет, если Рубик ультанёт в лотус орб? Пишите в комменты. И кстати, если наберём всего 8 лайков на видосе, я завтра выпущу новый. Ну ладно, первый лайфхак. У эсэфа есть 3 койла, у каждого из них свой рэндж, однако, есть возможность попасть всеми тремя койлами с одного положения по одной цели. Для этого нужно находиться от неё на расстоянии примерно от 450 единиц, но вряд ли вы будете прикладывать к монитору линейку, так что скажу так, нужно чтобы цель была на таком расстоянии, чтобы в неё прям ровненько залетал второй койл, тогда два других её тоже заденут. На самом деле довольно полезная инфа для тех случаев, когда враг в каком-то длительном дизейбле, либо вообще застрял на хайграунде. В таких раскладах этот фактик применить проще простого. А третий факт поможет чувакам, которые любят пикать разных зевсов, лишраков и подобных челиков, которые просто заябывают всех своими скилами на лейне. И вы, наверное, если часто играете за таких, уже привыкли к тому, что против вас всегда закупают стики и уже типа с этим смирились. Но зря. Сейчас расскажу как их законтрить. Дело в том, что стики заряжаются только когда враг видит, как вы кастуете скил. Иными словами, если вы будете харасить его из тумана, то он будет сосать лапу с пустым стиком. Это, конечно, не получается делать по кд, но, например, на миде вы запросто можете это обузить, когда стоите на своём хг, а враг трётся на речке. Продолжаем. Теперь интересный факт о Леорике. Я на самом деле хз, знают об этом все сейчас или нет? Возможно, это уже кто-то рассказывал, но тем не менее. Играя в тиме с Леориком, вы можете изи бризи воскреснуть из мёртвых. Для этого у Леорика должен быть Аганим, как вы уже поняли, а у Рошана должен быть Аегис, лежащий рядом с ним на полу. Ну а дальше все уже догадались. Просто берём Аегис призраком и встаём, как ни в чём не бывало. Это очень забавная тема, надеюсь, вы о ней не знали и теперь будете юзать. Всё-таки застелить Аегу призраком во время файта – это сильно. Да и вы даже в соло можете добить рожку призраком и отобрать у него щит. Если, конечно, вы играете за сильного керри, а у босса мало хп. Ну и последнее на сегодня – лёгкий эскейп против пака. Думаю, у вас часто бывает такое, что вас насилует пак, вы хотите улететь на тпшки куда подальше, но боитесь. Боитесь того, что вы улетите, разорвёте койл и к чертям умрёте. Да, такое вполне может быть, но есть один совсем небольшой лайфхак, который поможет этого не допустить. Просто начните улетать, когда иконка дримкойла в статус баре дойдёт до середины. Тогда вы прилетите как раз во время окончания койла и ничего не порвёте. А на этом всё, теперь вы должны взять эсэфа, найти катку, попасть с тремя кайлами желательно из тумана, чтобы не зарядить врагу стики, переть аеги с призраком, а потом ещё и улететь от пака с его дримкойлом. И вы красавчик. Ну или хотя бы подпишитесь на канал, тогда вы тоже будете ничего таким. Удачи!